Сегодня в глазах зарубежных партнёров и делегаций Брест обладает мощным культурным и экономическим потенциалом, ведь областной центр – это не только ворота в Европу, но и точка пересечения многих транспортных путей, а также родина крупнейших промышленных флагманов нашей страны. Отношения с регионами России город над Бугом выстраивает давно и плодотворно. Сегодня мы рады, что на уровне глав государств, правительств, народной дипломатии находятся вот эти ниточки, которые позволяют нам понимать, что у нас есть общие интересы, общая история. И завтра мы должны передать нашему молодому поколению вот это вот России и Белоруссии, для того, чтобы она становилась крепче, лучше, ну и, наверное, ярче. Потому что всё, что мы делаем, мы делаем ради кого-то. В первую очередь, ради своих близких, родных. Очень отрадно, что сегодня вы нашли контакт с нашим московским районом. Я думаю, мы сегодня это закрепим. Намерение соглашения, правильно? Для того, чтобы находить не только, наверное, культурные, образовательные, научные и другие сферы, ну и, конечно же, экономику. Потому что, когда будет работать экономика, будут работать все сферы жизнедеятельности. И мы будем выполнять те обязательства, которые берём на себя перед нашими народами. В ходе встречи в Брестском госполкоме глава администрации Московского района Александр Прадун и глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках договора планируется укрепление связей и взаимовыгодное сотрудничество не только в промышленности, но и ряде других сфер. Мы уже видим и потенциал взаимодействия, скажем так, и результат. Это основные наши предприятия, флагманы. Это и Савушкин продунок, и Санта-Брема, это Гефест техника, активно работают на рынке. Соответственно, заинтересованность по импорту, мы также возим ряд позиций с Санкт-Петербурга, используем порты, в том числе и рыбная продукция, завозится сырьевая именно оттуда, ряд других направлений. Это касается экономического блока, у нас есть определенные заделы и задумки по взаимодействию нашего бизнеса. В части сотрудничества в социальной сфере, конечно же, это наши учебные заведения, это, конечно же, наше культурное сообщество, молодежь наша. То есть здесь мы тоже видим перспективу, видим огромный опыт многогодовой Питера. Они в некоторых направлениях, в части молодежной направления политики продвинулись вперед. Это касается современных форм выражения, это скейпбординг, то есть точки притяжения молодежи. То есть мы, конечно же, здесь будем друг к другу взаимополезны, перенимать опыты, развивать направление. Как раз-таки это соглашение предусматривает именно сотрудничество и взаимодействие не только в экономической, но и в социальной сфере. Обмен культурными моментами, у нас общая история. Я уверен, что общее настоящее и стопроцентное общее в будущем. У нас есть замечательное соглашение, мы на постоянном контакте с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. А такие более точечные соглашения о сотрудничестве непосредственно между администрациями районов, они позволяют интегрировать образовательные программы и программы молодежных обменов, и делать их, наверное, более точечными и применительными непосредственно к земле. Потому что одно дело, когда большие руководители встречаются, условно говоря, другое дело, когда приезжают молодые ребята, которые впоследствии могут этот опыт перенять и интегрировать его прямо в своей работе или в своей какой-то общественной деятельности на территории или города Бреста, или города Сан-Пезербурга. Мы максимально интегрируем наши исполнительные органы государственной власти для того, чтобы были партнерские связи, для того, чтобы были механизмы, которые позволяют встречаться более часто, обмениваться практиками. И у нас Краснодарский район, у него достаточно много подписано соглашений с разными областями и районами Беларуси. Поэтому для нас важно единение, для нас важна интеграция, для нас важно взаимодействие, контакт, постоянное взаимодействие на уровне администрации, учреждений, образования, здравоохранения, молодежной политики, промышленных предприятий. К слову, в этот уикенд Брест стал точкой притяжения странных партнеров, как в экономическом, так и в культурном плане. В мероприятиях 21-22 июня участие примет около 40 делегаций за рубежа. Василий Набускевич, Дмитрий Эльфинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.